всем привет с вами сергей проект по сегодня ваша любимая рубрика книжные покупки давайте разбираться что хорошего прикупил не стал я дробить это видео на несколько частей по издательствам решил лучше оно получится длинным большим и с разными книгами приятного просмотра начинаем мы с издательства которое редко бывает на моем канале но если и бывает то я покупаю вот в формате в одном томе это издательство армада или альфа книга я честно говоря до сих пор альфа книга правильно называется издательство вот я посмотрел и автор в этом издательстве на самом деле фигурируют авторы у которых вот это понимаю там эксклюзивные права и так далее и их не встретишь там другом оформлении в других издательствах что иногда и печально хотелось бы или иллюстрированные издания или там что побложки были другие так далее но что есть то есть поэтому в этом зайцы вы помните я покупаю граммы я покупаю пехова каменистого злотникова ну есть ряд российских авторов которых я там скупаем и вот как раз таки алекс кож тоже входит в их число никогда увидел что вышел в одном томике трилогии который называется здесь дорога мечей союз проклятых и хранитель подземелья я естественно не смог пройти мимо и прикупил о чем трилогия но в начале честно говоря вам флорскую тайну даже что когда-то давно давно эта книга выходила дорога мечей который сам первое в одиночном исполнении я тогда ее прикупил и там золотом одиночка там оформление был wargames но собственно неважно я с нее собственный хотел стартовать буктюб свой то есть тогда когда ты книгу купил я снимал ее на видео думал о прикольно есть такое видео залить youtube а потом я уже полез сюда увидел что на самом деле уже много кто это делает ну и вот с этого стартовала с алекса коши я даже помню этот нюанс как я купил на книжной выставке эту книгу и вот впервые снял там на телефон просто саму книжку дома саму книжку полистать людям показать на что мне хотелось ну чтоб люди не все же могут физически посмотреть книгу что вот как она выглядит там ее полистать какой там бумага и так дальше вот это все увидеть но потом уже все началось поэтому а естественно увидев этот сборничек я его прикупил я буду его перечитывать напомню что здесь аркта они это мир виртуальной игры куда подать главный герой и он там будет задание выполнять надо мечи найти и но интерес там будет в том что появится магических способностям естественно в этой в игре но парадокс в том что и в реальной жизни когда он будет выходить в реальность у него какие-то зачатки магии тоже начнут появляться для меня это было вау то есть обычно да виртуал калит рпг например да и там все все происходит в игре возвращаешься тут обычная жизнь происходит но здесь алекс кош пошел дальше и вот этот эксперимент интересно когда человек из виртуал ки выходит и у него в реальной жизни тоже магическая способность появляется и собственно с этим я хочу разбираться может а весь цикл я читал то только первую книгу из цикл не читал теперь обязательно это исправлю тем более вы всегда говорите что маловато фэнтези стала будет много и вот как раз еще один автор который выходит только в этом издании это издательство армада до альфа книга вот в таком вот оформлении это очередной том из цикла синее пламя от алексея пеха называется ткущая мрак я вот думаю что пора бы мне уже вернуться к пехом потому что когда-то я его зачитывался очень много прочитал его произведений циклов и делал вам подборку даже что почитать а вот уже с этим циклом надо разбираться есть напомню что здесь летос синее пламя талорис белый огонь и вот уже ткущие мрак выходит я даже не знаю концовка ли это не читал аннотацию что всеми не заспойлер потому что я знаю довольно часто на рваться такое можно себе пятый том читаешь например лучше аннотацию не читать 6 томом явно все заспойлерится поэтому кто читает как вам этот цикл синее пламя хорош ли он надо мне вот свои знания пополнить о творчестве пехова прочитав этот цикл до конца поэтому пока про книгу ничего не скажу но надо будет надо почитать далее продолжу фэнтези тематику но уже с издательством фан-зон он большая шумиха и и продвигают активно дмитрий злотинский говорит что это там прям открытие шикарнейшие он давно такой класса не читал со времен рэбеки куанг ну куанг мне понравилось посмотрим что же на этот раз представляет это издательство тоже азиатская тематика автор дэвин мэтсон мы оседлаем бурю называется здесь тоже будет империя кисянская империя какая-то война построил кисянскую империю война ее и разрушит принцесса мико живущий словно пленница в собственном замке мечтает не свободе о власти но путь к ней может обернуться расколом как семьи мико так и страны какую-то убийцу касанду последует голоса мертвых желает избавиться любой цену от них она берется заказ который сулит исцеление но не системы грозит перевести гибели империи есть еще прославлен войны кочевники во главе с капитана арах и торином они были изгнаны со своей родины оказались в эпицентре чужой войны теперь им придется сражаться или умереть тут в нас ожидает военная фэнтези мифология азии и грим дарк если с мифологией азии я еще не сильно так воодушевлен но вот грим дарк военной фэнтези я думаю это будет интересным ну как минимум сейчас я думаю вы у многих блогеров увидите отзывы на этой книге потому что она насколько я знаю и в инстаграме продвигается и буктюбе продвигается там рассылки она попадает эта книга посмотрим посмотрим и собственно сами почитаем служим собственное мнение мышь так и предпочитаем делать правильно далее эти два тома я должен был вам показать это эти книги входят в цикл который мной до сих пор не прочитано но я продолжаю скупать как сумасшедший жалко что канала в небытие черная фэнтези эта серия у меня кстати очень много книг на дом как-то и листалочка тоже поснимать это мазанская книга павших сказание 9 уже мы подошли к девятому сказанию она вышла в двух томах это все за авторством стивена эриксона тоже я не читаю что здесь сзади написано ну что посмотрим чем же нас канадец удивит я все жду когда выйдет финальный том тем более такой необычный эксперимент когда есть спонсор который спонсирует издание продолжает издаваться ведь уже заброшенная серия но она продолжает выходить бывают косяки там какие-то нюансы сложности даже то что там потом сначала там купил один том только через две недели появился второй том продажи вот я их объединил решила показать в этом видео но приступлю читать именно купив последний том я вот принялся такое решение двигаемся дальше и перейдем мы к издательству а ст там немного книг причем на эту книгу я уже вам делал отзыв вот я ее прослушал в аудио формате теперь она естественно появилась бумаги должен вам ее показать называется она позже то новинка стивен кинг серии который вот темная башня который предпочитается собирать потому что здесь и бумага хорошие ну кто-то жалуется что облазит золотые буковки вроде здесь пока все хорошо про роман позже я вам рассказывал можете отзыв посмотреть на канале скажу что из последним симкинга мне эта история понравилась она не сильно впечатляет да потому что уже не используются какие-то ходы там я ним не был согласен с определенными нюансами зачем стивен кинг там водил там некоторых персонажей с однополую любовью и так далее но в суть не в этом суть в том что здесь он использует мальчика главного героя который может видеть мертвых и вот эти способности можно использовать как во вред так и во благо можно какие-то даже преступления открывать а можно и например узнать что автор задумывал как закончить роман если внезапно скончался почему с ним не пообщаться не узнать настоящую концовку ну не буду спойлерить смотрите смотрите отзыв на мой канал там без спойлеров там я вам поподробнее про это расскажу далее еще одна книга от издательства а ст с иллюстрациями алана ли от толкина под редакция кристофера толкина падение гондолина книга куплено не мне куплено фанату моему другу который очень фанатеет вы уже заметили по покупкам да я все скупаю для него он просит это доставать но чем интересно это издание вам полистаю обязательно на камеру здесь еще очень красивые цветные иллюстрации то есть такое стоит и если помните прошлая книга там были и стихи там какие-то там все такое разрозненное как для меня вообще сложно это прям реально фанатом надо быть то такое падение гондолина мне кажется можно почитать спокойно еще кайфануть от иллюстрации знаете и меня слабость к иллюстрированным книгам двигаемся дальше это уже финальное издательство на сегодня это книжный клуб фантастика и которая издает шикарные амнибусы я люблю когда вам не все-таки произведения по вселенной вархаммер 40000 этот амнибус называется сестры битвы от джеймса своего именитого автора в этой вселенной будет нам рассказывать про адепта сара ритерс я помню что я читал первое произведение и очень поздно смонтировал отзыв я помню что я его прочитал и только через год я веру и пламя смонтировал сейчас я поищу вообще залили в итоге и в интернет или нет потому что слишком когда странная судьба был этот роман роман мне понравился там еще молот и наковальни насколько я помню да есть с удовольствием я теперь вот в таком амнибусе эту серию буду перечитывать ну мне нравится когда необычные персонажи и там или легионы который отличается от других которые хорошо мотивация прописывается я люблю такое почитать здесь чем интересно здесь и то что тут женщины да только сестры биты том что как они вера как они это используют для борьбы а этот омник еще интересен тем что тут внутри будет новый рассказ сердце и душа а также версия аудиопостановки красное и черное причем даже насколько помню красный и черный будет идти первым в этом омнике сначала и читаешь а потом считаешь веры пламя молота наковальня и так далее это не единственный амнибус но пока я покажу вам еще вот такой роман опустошение балла помните я вам видео про книжные покупки как я в прошлый раз рассказывал что принято решение об едином правиле наименований название его теперь если раньше все привыкли что был ваал теперь же правильно зарегистрирована и одобрена black library назвать балл теперь будет ну там и прочее вы заметили имена там название эр эпоха и так далее все принято унифицированные имена и теперь последующие там переиздание так далее подгоняется под все это итак здесь опустошение балла входит это в отдельный цикл space marine conquest как обычно неправильно читаю все никак не могу запомнить как это читается хорошо по английски и здесь у нас будут про кровавых ангелов и насколько я знаю это самый-самый свежий почему я пока стараюсь это не читать потому что здесь прям самые свежие изменения редакции то есть тут уже события которые вот подпадают под новые эти редакции новые правила там разлом желиман я в это еще не въехал я еще со старым не разобрался с ересью со всем остальным я предпочитаю читать более такие романы попроще которые не сильно используют бэкграунд и события бэкграунда вот это я пока откладываю на потом чтобы сказал что это гай хейли автор данного произведения но финальная вещь из ккф автор который мне очень нравится в этой серии и вот такой шикарный амнибус наверное один из самых толстых вот напоминает мне даже по толщине аримана от френча а это амнибус называется повелители ночи от аарона дэмский болдена и здесь внутри ловец душ кровавый корсор и разведчик пустоты вот такой толстый увесистый романчик с удовольствием я буду читать потому что мне нравится как арон дэмский болден пишет я довольно много отзывов уже делал на его творчество но с этим циклом я еще не знакомился собственно я это исправлю я знаю что входит ну в топ в хорошие книги в хорошие амнибусы повах если какие-то вещи там можно и пропускать например вот это я не думаю что будет в топе это грозит прямо для фанатов и для тех кто вот именно события редакции там отслеживается так далее то здесь просто хорошее литературное произведение можно читать не фанатам вот вообще настолок игры там так далее связано со вселенной ну такое у меня сложилось мнение ну как вам мои книжные покупки надеюсь они вам понравились они разнообразные они разно жанровые естественно пишите в комментариях что вы хотите что я почитал в первую очередь что из этого вы уже прочитали или вы себе прикупили пишите делитесь радостью вместе со мной с вами был сергей проект по читайте хорошие книги пока